Автон Бладет, Швеция, одно из величайших фиаско шведского хоккея за всю историю. Мацвен Нерхольм, Автон Бладет, Швеция. 25 мая 2019 года. Швеция проиграла Финляндии в Кошице, и это одно из величайших фиаско шведского хоккея за всю историю. Команда с 21-го шведским профессионалом из НХЛ против 18-ти финских дебютантов ЧМ, большинство из которых пришли из домашней финской хоккейной лиги, на шаг отстающей от шведской. Это нельзя назвать никак иначе, кроме как историческим фиаско. Рикарда Грюнборга, Рикард Гронборг, в его последнем матче в статусе тренера шведской команды обошел финский тренер Юка Илонин, Юка Илонин. После двух побед на ЧМ, полный разгром. А мы, те, кто ругал Финляндию, сидели как дураки. Финны, вовсе не беззубые львы. Эти львы грозно рычали. И когда Сакариман Нинин, Сакариман Нинин, забил решающую шайбу, доведя счет до 5 к 4, это было справедливо. Развивались в ходе соревнований остается лишь склониться перед финской командой, которая решила для себя, что она еще не закончилась этим чемпионатом. И вот они вышли в полуфинал, где встретятся с Россией. И черт его знает, не сломят ли они и русских тоже. Игроки вроде Марка Антилы, Марка Антила, Капа Кака, Капа Кака, и 36-летнего дебютанта ЧМ Кристиана Куусела, Кристиан Куусела, вписали себя в историю финского хоккея. То же самое сделала и нынешняя сборная Швеции, хотя и совсем по-другому. Провал в Кошице заставил меня почувствовать себя примерно как на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, через несколько минут после сигнала окончания матча в четвертьфинале против Белоруссии. Мало что могло превзойти то фиаско, но в этот раз нам почти удалось. Я чувствовал себя совершенно опустошенным. Ведь все так хорошо начиналось. Конечно, Финляндия перехватила лидерство с помощью довольно дешевого гола, который просвистел справа от Хенрика Лундквиста, Энрик Лундквист. Ника Микола, Ника Микола, бросил от синей линии. Но затем финны ушли в оборону, заработав удаление за нарушение численного состава на поле. Прошло всего 32 секунды, прежде чем Вильям Ньюландер, Уильям Нейландер, сделал прекрасный пас через центральную линию. А там стоял защитник Йонг Линберг, Йонг Линберг, и он забил, один к одному. На табло было 2.38. Патрик Хернквист, Патрич Хернквист, забил, два к одному, когда до конца периода оставалось меньше трех минут. А затем последовал тот самый гол Элиаса Петтерона, Элиас Петтерсон, всего через 25 секунд после начала второго периода. Такой же гол заставил публику повскакиваться своих мест на Роджерс-арене в Ванкувере прошлой зимой. Быстрый обманный маневр, и финский защитник Микакой Виста, Микакой Виста, потерял ориентацию. Затем, еще более быстрый бросок. Гол в верхнюю часть сетки ворот за Кивином и Ланкиненом. Трек Рунор разгромленный бросок, и два к трем, еще бросок, три к трем. Тогда все стало ясно. Все окончено. Шведы все потеряли. Их громили все оставшееся время. Трек Рунор, Трек Ромер, Три Короны, геральдический символ Швеции и прозвище хоккейной сборной, примечания редакторов, выглядели как три дурачка. Все эти хорошо оплачиваемые игроки НХЛ носились кругами, будто оголтелые курицы, не поспевали ни за одной шайбой и проигрывали все ближние схватки. Шведов не встряхнул даже гол Эрика Густавсона. Эрик Густавсон, на последней минуте второго периода, который довел счет до 4 к 3, хотя Густавсон он бросил шайбу так, что разбил камеру в воротах за Кивином и Ланкиненом. Финны продолжали наступать. И когда Маркантило сравнял счет, 4 к 4, в то время как до конца игры оставалось всего час 29, это показалось совершенно справедливым. Шведов парализовало, и, можно сказать, в воздухе витала уверенность, что финны определят исход финала в дополнительное время в игре 3 на 3. Нет, в этот раз никакого празднования в Стокгольмском Королевском Саду не будет. Приветственный комитет не будет встречать героев ЧМ в Орландии, аэропорт Стокгольма, примечания редакторов. Останется лишь большая пустота. И Нисси Нильсон, Нисси Нильсон, еще на некоторое время от сохранит свой рекорд по очкам среди шведов. Вильям Ньюландер заработал те же 18 очков, но Нисси обошел его по количеству голов. Здесь, в Кошице, сейчас лишь разносятся повсюду крики «Соми! Соми!» А побежденным шведам придется ехать домой. Праздник чемпионата мира в этот раз настоящим праздником не стал. Вокруг лишь одна темнота. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.